МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С корыстью для природы и громадства. В регионе проходит масштабная акция по озеленению населенных пунктов. А зараз об этом и иншим больше подробно. Калинкович и наведала делегация проставников Сусветного банка. Эксперты утекали уход реализации суместного проекта по выкористанне дровняной биомассы для централизованного теплозабеспечения. Для этих метов в райцентре была побудована мини-ЦЕЦ. А разом с гостями на объекте побывалась дымышная группа телеканала «Мазыр». Эксперты Сусветного банка приехали на Калинковичскую мини-ЦЕЦ прас восемь месяцев пасля уводу объекта у эксплуатацию. Будовництво новой крыницы тепла на мясцовых видах палева финансовалося со сродка у пазыки Сусветного банка реконструкции и развития. На реализацию проекта было выдатковано свыше 13 миллионов долларов. Так, у концы студеня замест трех старых котельням пачала працаваць одна новая. Паразликах экономистов укладзенные сродки повинны окупица не толькі за кошць скарачэння агульных затрат, але ў першую чаргу – за кошць замешэння палева. Объёмы выкористанне прароднаха газу скаратіліся на карысть дровляной биомассы. Газ застаецца ў якості раззервовага палева. Гости наведалі операторную, пабывалі ў котельні і турбінным зале. І навод зазірнули у бункер подачи дранки. Але перш за усё іх тікавили лічбы економії. А яны уражують. Заминулый перейд на рознице кошць на палево удалось изэкономить 1 млн 200 тыс. белорусских рублёв. Это самый крупный контракт в рамках займа. Здесь вот в Калинковичах, это мини-ТЭЦ. Мне, в принципе, было интересно, естественно, посетить её, посмотреть, как всё работает. Я очень удовлетворён тем, что я увидел, как всё хорошо работает. Это одна из лучших мини-ТЭЦ на местных видах топлива, на биомассе, которую я видел в Беларусі. Сегодня мини-ТЭЦ забеспечивая теплом большую частку Калинковичу. Каля 160 жилых домов, а так само шерох объекту в соціяльной сфере. Першая зима проблем не выявила. Напереде новый отяпляльный сезон. Специалисты различиваюць, что и ён буде показальным, як у якосным ставлений, так і у плані экономії. У погони за зміншением цены на тепло не обышли боком і питання екології. Проект с самого початку продумывали до дробязел. У Мирового банка есть своя политика в области охраны окружающей среды. И эта политика, в общем-то, всё время ужесточает. То есть всё более серьёзные требования выставляются к участникам этих проектов. Когда этот проект ещё только начинался, одно из основных требований – это убедиться, что для снабжения топливом есть ресурс. Что не будет вырубаться лес нужный, что лес будет восстанавливаться должным образом и не будет ущерба окружающей среды. У рамках реализации проекта было перокладено 12 километров тепловых сеток. У жилых домах обсталявали 18 тепловых пунктов. Один з їх специалисты наведали. Усё убаченное натхнило. Финансование с усветным банком проектов у сферы повышения эффективности энергетики и жилёво-коммунальной господарки протягнется. Зараз рыхтуется новая пазыка, якая буде большей заранейшую. На 2020-2024 год планируется новый заем в размере 180 миллионов евро. У нас будет два компонента. Компонент строительства источников на местных биомассе. И второй компонент – это тренировация нахвардинных жилых домов. На первый компонент у нас выделено 122 миллиона евро. На второй компонент выделено 58 миллионов евро. По Гомельской области мы планируем где-то на 25 миллионов евро. Это 10 объектов. Это Лельщицы, Калинковичи, два Мозыра объекта, Добруш. Будовництво объектов на мясцовых видах Палева и экономия дорогого газу. Гэтая задача на Гомельщине будут реализоваться в ближайшей перспективе. Лидия Поттер, Вячеслав Праписнов, телеканал Мазыр специально для телерадио компании Гомель. На Гомельщине протягивается работа сельско-господарших кермашоу. Пришим на их можно не только набыть продукцию, а и отримать каштонные призы. Наши корреспонденты наведали сегодня кермаш на площади Паустанния в областном центре. У Воголя и у Гомеля некольки пляцовок, где по выходных проводятся сельско-господаршие кермаши. А ле той, что находится на площади Паустанния, можно напылно назвать головным. Выбор продукции великий, а цены достатково демократичные. Если пройти по родах, бульбу можно набыть по цене от 40 до 60 копеек за килограмм. Цибулю от 60 до 80 копеек. Середняя цены на морку на гэты раз 50 копеек. Капусту 60, перец 90, виноград каля 3 рублёв. Хоть только садовиной и городниной пропануемый ассортимент не обмяжовывается. Есть, например, свежая рыба. Дробного карпа реализует по 3,70 буйного 4,30. Особая размова об садовых, древах и кустарниках. Их разностаенность ураживает настолько, что многие с тяжкостью робят выбор. Фермер Сергей Стралкович у Гомель приехал из Минской области. Ну, сорта заявляется постоянно, каждый год. Просто люди не знают, привыкли к нашим старым сортам популярным. Всё, штріфель, путинка, всё остальное. До речи, а проча проставников Минской области. На сегодняшнем кермаши у Гомеля гандлявали так само проставники Брещины. Хоть только продажам сельско-господаршей продукции, программа гэтага кермаша не обмяжавалася. Пятага кострышника Палац культуры Белецки дау старт подрыхтовцы до Нового года. Миновита так можно расценивать проведенную тут промо-акцию «Мех бульбы от бабки Ёжки». Гэтага новогодний персонаж у Гомеля яснуе уже шесть годов, а ляйсё лето, йон вышел на сцену ясше в осенью. Ляйсёлы гульни, конкурсы и прызы. Два розыгрыша. Один розыгрыш у нас будет. Мы будем выручать 10 килограмм картошки на сельскохозяйственной ярмарке. И второй розыгрыш у нас будет в конце второго розыгрыша. Мы выручим пригласительный билет на наше новогоднее представление. Кермаши выходного дня на Гомельщине плануется проводить до конца кострышника. Але у вынику доброго надвора и пожадания насильництва этот термин может быть спродолжены. А прочее того, в будние дни сельско-господаршую продукцию можно набыть на специальных пляцовках. У Гомеля они знаходятся калябуйных гандлёвых кропок, рыночных комплексов и успальных микрорайонах. Олег Синцеров, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук. Телерадоя компания «Гомель». Нагрудные знаки Галинового министерства, выдатник адукации, гоноровые грамоты Аблвыконкама и областного совета депутатов. Занесение в книгу наставницкой славы региона. У Гомеля прошло областное свято, присвященное Дню наставника. С его удельниками сострелись наши корреспонденты. Областный сход наставников и его удельники характеризуют одним словом – команда. Профессионализм, здольность худко выращать задачи, креативность, терпение и готовность до помощи. Коли такие якости уластевые наставников Гомельской области, они, правда, мощная дружина однодумцев. Выники работы коллектива, перемоги в учнях на престижных международных конкурсах, испоборництвах и абсолютная перемога Гомельской области у республиканским рейтингу по выниках централизованного тестирования. Задача учителя, что ученик превзошел учитель. Это основная цель и задача любого педагога, который связан с образовательной деятельностью. Я думаю, что в задачу педагога входит не только подготовить учащегося, дать ему знания, умения, навыки, но и воспитать, в первую очередь, гражданина своего государства. День наставника – одно из нешматликих профессийных святов, якое означает всякраина. Урочистый сход – это первое за все решение лучших из лучших. Нагрудные знаки Галинового министерства, выдатник эдукации, директору Мазырского детского дома Ирине Вишневской и наставнице математики Брилевской средней школы Гомельского района Наталья Сялюк. Генеровые грамоты Абл-Выконкама и областного совета депутатов, четыре педагога в области и одна из самых престижных узнагород. Прозвища Сергея Порошина, який шмат годов отдал работе в Галине, уносится в областную книгу наставницкой славы с уручением знака «Поспех, угодность, отданность». Потом он признается – у него шмат разных узнагород, але это самая высокая оценка его деятельности. Хоть только официйными отзнаками свята, присвеченная Дню наставника, не обмяжовывается. На сцену выходит заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева, але перед тем, как почать спевать, она звертается до наставников. С праздником! Дорогие друзья! Всегда молодые! Всегда красивые! Всегда в строю! Оставайтесь такими! Будьте счастливы! Завтра у дельники свята знову почнут занятки у своих навучальных установах. Сегодня только у школах региона навучается маль 156 тысяч человек. Виншовать своих педагогов будут и навученцы средних, специальных и высшейших навучальных установ. Уучить – это совсем непросто. Але, коли все отримливается, большего счастья не бывает. Даже когда летние каникулы у детей, то есть они уехали, может быть, по домам, кто-то куда-то отдыхать, и у тебя день рождения летом в июле, и они звонят и говорят такие слова, что просто понимаешь, что это на самом деле есть счастье. Олег Сентюром, Марина Джала, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Гимназии номер 10 города Гомеля – 80. Одна со старших установ-эдукации областного центра означала юбилей. На Ура-Шестый сход запросили не только сущастных гимназистов и наставников, а и тех, кто вошелся и вошел в минулые годы. Сегодня у гимназии навышается 983 школьника, с ними займается 91 педагог. Дарыши, каждый шосьвертый наставник – былый гимназист. Яны вертаются у новым амплуа, однако у старую семью. Бо по-иншему назвать неразрывный коллектив педагогов и в ушне унемогшима. Тут поважаются традиции, притрымливаются доверных относин, и при этом николе не перестают ставить перед собой новые меты и досягать их. Я хотела бы поздравить всех своих учителей, родителей, естественно, ребят, технический персонал, работников пищеблока, медработников. С нашим таким красивым праздником, с юбилеем. Поблагодарить всех за труд, пожелать удачи, благополучия, крепкого здоровья и мира, добра в их семьях. Установа перелеснула черговую сторонку истории, где запишут новые имены и досягнения. А поколь подяки тем, кто каждый день працует на корысе гимназии. Яны выховали некольки поколений у гомельских спортсменов и допомогли им взусти на пьедыстал перамоги. В областном училище Олимпийского резерва на перед дни дня наставника ушановили педагогов и ветеранов спорта. Сярут гостей – титулованные атлеты, заслуженные тренеры и наставники. С теплыми словами до гостей звернулся начальник управления спорта и туризма гомельского облаканкама Денис Язерский. Он назначил их любовь до профессии, богатый житевый опыт и захование традиций очинного спорта. Звычайно, яны протягивают тренерскую карьеру после наступления пенсийного возраста. На Гомельшине мощно тримаются за опыт и методики специалистов, которые на протягу долгого часа сами достигали спортивных высшин. И даже про шмат годов яны застаются активными и метанакерованными. Тренерская работа судейская. Я же первый судья высшей национальной категории в Республике Беларусь по волейболу. Поэтому у меня богатый стаж и судейства, и тренерский. У меня много хороших воспитанников, которые играли в команде мастеров и получали европейские кубки. Так что жизнь течет и нужно, я считаю, так, что нужно организовать ветеранов так, чтобы у них была жизненная позиция, чтобы они вели активный образ жизни, чтобы они подавали пример молодежи, как нужно держать себя в тонусе. Такие сустрейшие поколения уладятся улучшилищи шмат годов. Кожный раз выкладчики разом с наученцами рыхтуют концертную программу и урочистости. Не обыходится и без узнагород. За шмат годовую працу ветераны спорту отримали гоноровые грамоты Гомельского Абл-Ваканкама и подзяки от громадского объединения ветераны физической культуры и спорту. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил деяние программы семейного капитала еще на пять годов. Кроме того, повеличилась сумма выплат. Теперь шмадетные батьки при наражении об усыновлении третьего и наступных детей могут отримать 22,5 тысячи рублей. Об этом у эфиры программы «Открытая студия» на радио «Гомель плюс» поведомила наместник старшиней комитета по праце занятости и социальной обороне Гомельского Абл-Ваканкама Татьяна Кулеш. Указ номер 345 уступит усилу с первого студия наступного года. По мерам семейного капитала будет что год индексоваться в зависимости от темпового росту с поживецких цен. Право на выплаты имеют граждане Беларуси, которые выховывают минимум трех неполнолетних детей. За призначением семейного капитала треба звернуться в мясовые выканавшие органы улады. Причем подать документы необходимо на протягу шести месяцев с дня на роджение детяти. По важливых причинам этот термин можно продолжить. Право на распоражение сродками у батьков заявляется по законшении 18-ти годов с даты на роджение детяти. И коли ранее до терминого выкористовывать эти сродки можно было только на оплату медицинских послуг, то зараз спис пошируся. Досрочно использовать средства семейного капитала можно будет на улучшение жилищных условий многодетных семей, получение услуг в сфере образования, для оплаты обучения при получении членов семьи высшего образования первой ступени, среднеспециального, или на платных условиях. На получение образования на платных условиях оплатить эти услуги. И на получение платных медицинских услуг. Досрочно потратить эти деньги можно будет в том числе и на стоматологические услуги. Вот даже как. Да, того, чего раньше не было. Право на детерминовое выкористание сродков отримают и те семьи, каким семейный капитал был признашен по программе минулых годов. Гомельский областный комитет природных ресурсов и охованного Кольнгася Родзя подрихтовал специальную памятку о применении технологии посадки дерев. Ее видание примирковано до проводимой у регионе акции по доброупорядкованию насильных пунктов. С планами организаторов ознайомились наши корреспонденты. На выход перейду с прияльного для посадки дерев и кустарников дал старт проведению на Гомельшине масштабной акции по озеленению насильных пунктов. Заплановано посадить 43 тысячи рослин, але на справе гэта личба може оказаться большзначной. Подставы мерковать так дают выники в осенней кампании по озеленению, кали при плане у 40 тысяч посадили больше як 70 тысяч дерев и кустарников. При этом у Гомеля перевагу отдают так званым высокомерам – древам з уже сформированной корневой системой. Если они в закрытой корневой, то, конечно, они проживаются лучше. То есть, вы видите, здесь закрытая корневая идет, мешковина, проволока обмотана. Они достаются, выкапываются у нас, называется, маниту с тюльпаном и привозятся сюда на участок. И то есть они с корнем, с комом земли садятся в эту землю, в ямку. То, в принципе, проживаемость хорошая должна быть. У связи с тем, что недохоп зеленых насаджений особливо значно отчувается у новых микрорайонах шмат поверховой жилой забудовы акценты, зробленными навита на гэтых территориях. При этом областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного асяродзя закликают принять удел у централизованной посадцы древ у всех жадающих, заденной просьбой не займаться гэтой справой самостойно. Месты проведения таких акций обовязково узгадняются с усими зацекавленными службами. Садить древы нельга там, где прокладены инженерные коммуникации, те на землях, которые, сгодны с генпланами, отведены под забудову. А про то, областный комитет звертае увагу на недопущальность пошкоджения высадженных древ. Законодавство предугледживает в таких выпадках вельми значные штрафы. За нарушение порядка содержания данных насаждений, их уничтожение, облом ветвей и так далее, предусмотрена довольно жесткая административная ответственность. До 50 базовых величин на физическое лицо. Кроме того, необходимо будет еще возместить как стоимость этого саженца и восстановить на этом месте, так и возместить еще вред, причиненный к окружающей среде, который тоже довольно значительный. Олег Сентюров, Олеся Рудзянкова, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сопрацовники Гомельского областного управления МНС в рамках республиканской акции «Молодь за беспеку» организовали незвычайное забавляльное навышальное мероприемство для пожилых людей. Оно прошло под девизом «Вырытым с биражом заховаем. Расповедем об беспеции». Головная мета – навушить правилам беспеки, нагадать об необходности усталевать автономный пожарный оповещальник. Простовники золотого взросла проняли удел, у интеллектуальной гульнии наведали музей пожарной справы. А кроме этого гостям свята представилась амахшимость сгулять у пожарное домино. На уластных пляцовках простовники червонного крыжа давали корыстные парады по захованию здоровья, вымирали узровень цукру, укрыли и артериальный тиск. Рызынка свята, салон прыгажости, девизажисты и стилисты допомагали кожному створить неполторный вобраз. Завершилась акция святошным концертом. Лабораторию «Элементарум» можно наведать у галеры Гаурилла Вашенки. Интерактивная навуковая выстава разместилась у зале по проспекте Ленина. Экспозиция допоможа маленьким и дорослым разобраться у законах физики. Для этого призначены пристосования, которые можно кранать, крутить и запускать. Это, например, несколько моделей вечного руховика, маятник Ньютона и шар Тесла. Все ожидающие могут провести свой уластный эксперимент. Например, побыть человеком-батарейкой и примусить рухаться стрелку микроамперметра. Або отшуть себе йогом, посадевши на независимом кресле с цвеками. У лаборатории так само можно отшуть аптечные иллюзии и потренировать кемлевость, сбирающие головоломки. Здесь можно познакомиться с физикой Ньютона, с физикой, скажем так, Николы Теслы. Также тут есть, можете познакомиться даже с изобретениями Леонардо да Винчи. Казалось бы художника, а оказывается он был не просто художником. Также здесь можете понять, почему же компасы, стрелочка компаса ту или иную сторону движется. Также есть магнитные эксперименты, магнитное поле и тому подобное. Это и другие новинки вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by А это выпуски завершены. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.